В немецком городе Эссене открылась крупнейшая в мире выставка настольных игр. Свыше тысячи компаний из 50 стран мира, в том числе и России, заключают контракты на миллионы евро. Это совсем не детская индустрия, переживает настоящий бум, вопреки, а быть может, и благодаря цифровым развлечениям, о настольных премьерах, которые в Германии показывают в этом году. Поговорим с Константином Гальденсвайгом, шеф Европейского бюро РТВА, присоединяется к нашему эфиру из Эссена. Костя, приветствую, мы ждем подробностей, что нового в мире настольных игр можно увидеть на этой выставке. Приветствую, Тихон, но легко сказать, что нового. Ты прав, это действительно крупнейшая в мире выставка настольных игр. Здесь около полутора тысяч премьер. Остается лишь поражаться изобретательности, находчивости разработчиков этих игр. Это и классические настольные игры, от одного знакомой нам монополии до совершенно неожиданных мотивов. Это, ты не случайно затронул тему цифровых развлечений, новые настольные игры, которые наоборот, теперь сценарий которых основывают по мотивам, по сюжетам игр компьютерных. Это игры, в которых совмещается компьютер и настольные игры. Но вот меня, например, больше всего есть пораздел, я вам сейчас покажу этот стенд, в котором вы сами можете купить какие угодно фишки, кубики, игрушечные деньги, монеты, все, что вашей душе и фантазии заблагорассудится. И вот из всего этого вы можете сами создать какую угодно игру. Индустрия действительно переживает невероятный бум расчет разработчиков этих игр на то, что покупатели, прежде всего родители и их дети, отвлекутся хоть немножко от экранов мобильных телефонов, от компьютерных игр и сядут за стол, как в старые добрые времена, побудут хоть какое-то время друг с другом, с близкими, с друзьями. Не случайно другое название у всего этого – индустрия одиночества. А здесь на выставке настольных игр, которую мы видим в Германии, она называется выставкой общественных игр. То есть то, что позволяет вам забыть об этом одиночестве. И вот вы видите, это десятки тысяч человек. И что самое удивительное среди вот этих геймеров, которые здесь представлены, мы почти, почти что не видим каких-то бабушек и дедушек, которые, как можно было бы подумать, не умеют пользоваться компьютером и по старинке играют. Нет, это прежде всего молодое поколение. Мои и твои тихонравесники, и даже люди моложе их. Вот посмотрите, что здесь происходит. Здесь совершенно невероятное количество людей и премьер. И финансовые масштабы, то, что остается за кадром, тоже поражает. Вот здесь, например, в этом павильоне находится один из крупнейших игроков, простите за тавтологию этого рынка, компания Asmode, которая совсем недавно, например, была продана за полтора миллиарда долларов. Вот о каких оборотах, о каких деньгах, казалось бы, в этом бизнесе из картонок и пластмассы идет речь. Это буквально деньги, если не из воздуха, то из бумаги. Среди разработчиков сегодня же отмытят главных премий Инна Шпиль, самых талантливых, самых необычных авторов игры. Инна Шпиль, это никак не связано с Салсберецким Шпилем, ни каким-то еще. Это прежде всего самые инновационные игры. И, конечно, игр здесь очень много в ассортименте. Вот мы видели сегодня даже простейшие вещи, которые тоже превращаются в настольные игры. Это, к примеру, салфетки. То есть, пригласив девушку в ресторан или устроив ужин, вы можете поиграть просто на обычной салфетке, на которую нанесено игровое поле. Вот мы пришли к стенду одной из российских компаний. Дело в том, что их тоже довольно много в этом году. В России переживает настоящий бум настольных игр, догоняя Запад. Вот рядом с тобой стоит Михаил Акулов, который является главой компании Hobby World, и с которым мы, может быть, обсудим, почему такой бум настольных игр сейчас происходит, в том числе и в России. Михаил, во-первых, что здесь сейчас происходит? Правильно я понимаю, что это немцы, европейцы, граждане Германии, которые играют в ваши русские игры? Да, но игра — это понятие международное. Нельзя говорить русский, английский, американский. Если это хороший продукт, к нему будет играть весь мир. Поэтому, да, наша продукция нравится нашим иностранным партнерам. Наша самая успешная игра на Западе, Spyfall, переведена на 26 языков. Поэтому, да, игры, которые мы делаем, нравятся всему миру. У вас есть объяснение, почему вот такой, на первый взгляд, парадокс в эпоху компьютерных игр люди все чаще и чаще играют в игры настольные? Люди хотят общаться, люди устали от общения посредством девайсов, экранов монитора и прочего. Люди хотят собираться вместе, потому что мы социальные люди, нам нужно общение. И нет никакого лучшего общения, чтобы провести время за игрой и пообщаться заодно. Вы были основой, ваша компания была основой в 2003-м, и вы застали в России самое начало этого бума, вам уже 15 лет. Вот вы можете сравнить вашу фирму, с чего вы начинали? Это была какая-то команда крохотных энтузиастов, как вы к этому пришли? И что представляет собой этот бизнес сейчас? О каком росте можно говорить? Ну, мы начинали маленькой командой, лицензировали одни из первых западную игру, это были тогда «Колонизаторы». Сейчас эта игра известна еще под маркой «Катан». Одна из лучших игр мира. Мы начинали с одного продукта и маленькой команды. Три человека, сидящих в одной комнате. Когда ты сам разгрузаешь машину и продаешь продукт, и что-то придумываешь. Так, а сейчас? А сейчас у нас команда больше ста человек. Собственное производство. Собственный завод. Собственный завод, да. Отдельная редакция, в которой людей больше, чем у нас было, тогда на всю команду. Вы не единственная одна из нескольких российских компаний здесь, вот на этой очень большой выставке, в этой очень конкурентной среде, где большие тяжеловесные игроки. Вот чем может брать Россия? В чем ваше преимущество? Ну, если вы делаете хороший продукт, неважно какой вы национальность, надо делать хороший продукт. И русские компании стремятся сделать хороший продукт, который нравится всему миру. Ну, вот пожелаем им, наверное, на этом успехов. Не только русским компаниям, но и тысячам геймеров, которые здесь, Тихон, присутствуют сейчас в Эссене. Ну, а затем, что будет здесь происходить дальше, мы постараемся вам рассказать уже в выпусках новостей на RTVI. Тихон. А сколько эта выставка продолжается, Костя? И можно ли оценить все-таки количество людей, которые ее посещают в цифрах? Ну, пока что мы знаем, что здесь около 50 стран, которые присутствуют здесь в качестве людей, компаний, которые выставляют свои премьеры. Это около полутора тысяч премьер и более тысячи компаний. Ну, а количество людей, Тихон, об этом сложно судить, потому что сегодня только второй день. И вот посмотри, в Германии еще не закончился рабочий день, сегодня будний день, пятница. И мы с большим трудом протискивались сегодня через людей, которые несут какие-то пакеты с играми через невероятное количество геймеров. Остается только догадываться, что здесь будет завтра и послезавтра на выходных. Вот, посмотри, вот человек купил игру, вот он ее понес. К концу сегодняшнего дня таких игр у каждого, кто приходит сюда, будет несколько пачек. В общем, это по-настоящему одержимые люди. Но, несмотря на то, что действительно здесь хватает таких, в хорошем случае слова, фриков, это в том числе и общая тенденция, настоящая мания настольных игр в Европе. И я думаю, что в России тоже постепенно к этому дело идет. Спасибо. Константин Гальденсвайк, шеф европейского Беруар ТВА из немецкого города Эссена, где открылась крупнейшая в мире выставка настольных игр. Константин Гальденсвайк, шеф европейского Беруар ТВА.